Молодому пермяку Кириллу после неудачного визита в парикмахерскую у Юсифа, там 19-летний парень на днях вместо стрижки получил, предположительно от мигрантов Бродобреев, железным стулом по голове, пришлось записать видеообращение с извинениями, дескать был пьян, перепутал все вывески и ненароком, не со зла бросил тень на центр помощи мигрантам. Я записывал видеоопровержение по поводу того, что меня избили работники парикмахерской мигрант плюс. Так как я был в состоянии алкогольного опьянения, я точно не знаю, в какой парикмахерской меня избили, а мигрант плюс это миграционная служба. Прошу прощения людей, которых я случайно побеспокоил по незнанке и так далее. Ну, а то заведение, которое я увидел, это то ли миграционная служба, то ли какой-то магазин, он не работает. Вот такие дела. По первоначальной версии Кирилла, которой он успел поделиться с земляками в соцсетях, в цирильне у Юсифа, его отказались подстригать, якобы под предлогом того, что они не обслуживают русских. Далее следовало непечатное словечко, по смыслу близкое к утыркам. Парень обиделся, полез в драку и получил по голове. Заявление у Кирилла в полицейском опе брать отказались, под предлогом того, что обидчиков все равно не сыскать. И тогда расстроенный юноша выложил свою историю в интернет, приложив к рассказу свою фотку с заплывшим глазом и шишкой и кровопотеками на лбу с левой стороны. На следующий день парня вызвали в полицию. И там, по сообщению осведомленного, но не названного источника, с ним поговорили люди в штатском. После чего Кирилл и записал свое извинительное видеообращение. Претензий к работе полиции я не имею. Людей, которые меня избили, я к ним тоже никаких претензий не имею, потому что фиг их найдешь уже. Ну, житейская история. Бывает такое. Знающие люди утверждают, что недавно в Перми, недалеко от центрального рынка, открылся центр помощи иностранцам. Тот самый «Мигрант Плюс». По соседству парикмахерская у Юсифа, рядом табачка, мясная лавка «Халяль», магазин с мусульманскими одеждами.